Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается видео-лекция по дисциплине инвестиций, разработанной с Атвалдивом Аргубой Мохаммад Садыковной, доцентом кафедры финансов и управления Финансо-экономического факультета Кыргызско-Узбекского университета. Тема лекционного занятия «Особенности инвестирования и инновации». Целью лекционного занятия является ознакомление студентов с терминами инновации и рассмотреть особенности инвестирования и инноваций в мировой практике. Данная лекция прививает профессиональную компетенцию номер 8, которая относится к аналитической и научно-исследовательской деятельности студента. План лекционного занятия Первое. Определить экономическое значение термина инновации. Второе. Рассмотреть виды инновации. Третье. Выявить особенности инвестирования инноваций. И четвертое. Раскрыть понятие венчурного финансирования. Вопрос номер 1. Экономическая сущность и значение инновации. В исследованиях экономистов термин «инновация» стал широко применяться с переходом экономики к рыночным отношениям. До этого в отечественной литературе проблемактика нововведений широко освещалась в рамках исследований научно-технического прогресса, или НТП. В словарях Ожегова и Даля понятия инновации нет. Однако у Ожегова есть термин «новация», который означает «нечто новое», а новшество – новый порядок, новые обычаи, новый метод изобретения, или новое явление. В словаре «Даля» новшество, употребляемое как введение новизны, новых обычаев и порядков. Большой советской энциклопедии понятия «инновация» также отсутствует. В английских терминологических словарях термин «инновация» является синонимом «нововведение» или «новшество». Приведенный анализ определения термина «инновация» позволяет констатировать, что в научной литературе распространены четыре точки зрения. Первая точка зрения – «инновация» отождествляется с нововведением или новшеством. Слово «инновация» может использоваться как комплекс мероприятий, направленный на внедрение в экономику новой техники, технологий и изобретений. Вторая точка зрения – «инновацию» рассматривают как процесс создания. Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социального потенциала, лежащего в основе инновации. Третья позиция – «инновация» как процесс внедрения в производство новых изделий, элементов, подходов, качественно отличных от предшествующего аналога. Это новая или улучшенная продукция, которая приносит экономическую выгоду или улучшающие потребительские свойства продукции. Четвертая позиция рассматривает инновацию как конечный продукт научной работы. Инновация – это объект, внедренный в производство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. Это результат практического и технического освоения новшества. Инновация Чтобы понять, какой из четырех вариантов определения термина «инновация» применяется у нас в стране, давайте мы с вами рассмотрим закон Кыргызской Республики об инновационной деятельности, который был принят в 1999 году. Так, по закону Кыргызской Республики, инновация – это конечный результат инновационной деятельности в виде нового или недостающего на рынке товара или товара с улучшенными качествами. Таким образом, можно сказать, что в нашей стране в определении «инновация» более подходит четвертая позиция, которая, напомню, рассматривает инновацию как конечный продукт научной работы. И в заключение первого вопроса, в определении термина «инновация» давайте мы с вами рассмотрим два близких понятия к термину «инновация» – это открытие и изобретение. Чем же они отличаются? Открытие – это обнаружение того, что уже есть в природе, но неизвестно человеку. Например, закон всемирного тяготения, который был открыт Исааком Ньютоном. Он его не изобрел. А изобретение – это то, что изобрел человек, придумал в новом виде, используя новые открытия. Например, изобретение шариковой рули, для изобретения которой необходимы были такие открытия, как чернила, металлические и пластиковые трубки. Следовательно, можно сказать, что изобретение является продуктом открытия. Но если это изобретение приносит выгоду обществу и его производителю, это уже инновация. Вопрос номер два. Рассмотреть виды инноваций. Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам, а также с рыночных позиций. С учетом этого строятся и признаки классификации инноваций. В мировой практике существует пять условных признаков классификации инноваций. Первое – это технологические параметры инноваций. Второе – тип новизны инноваций. Третье – место в системе производства инноваций. Четвертое – глубина изменения товара. И пятая – сфера деятельности предприятия. Первый признак классификации – это в зависимости от технологических параметров. Инновации подразделяются на продуктовые инновации. Они включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение принципиально новых продуктов. И процессные инновации означают новые методы организации производства. Примером здесь может выступать внедрение в телефон фотокамеры. Тогда был получен принципиально новый продукт. Второе – признак классификации по типу новизны. Для рынка инноваций делятся новые для отрасли в мире, новые для отрасли в стране и новые для данного предприятия или группы предприятий. Примером здесь может выступать принцип работы ветряной мельницы был перенят в принцип работы ветряных электростанций. Это новые для отрасли в мире. Третий признак классификации по месту в системе на предприятии и фирме. Можно выделить инновации на входе предприятия, изменение выбора и использования сырья, материалов или оборудования. Инновации на выходе предприятия, когда предприятие выпускает новый вид продукции, услуги или технологии. И инновации системной структуры предприятия. Примером здесь может служить применение предприятия вторичного сырья. Это было инновационным решением. Четвертый признак классификации – в зависимости от глубины вносимых изменений выделяют инновации радикальные, улучшающие и модификационные или частные. Примером здесь может служить телевизор, который постоянно улучшался, модифицировался и приобрел современный вид. И, наконец, пятый признак классификации – это инновации с учетом сфер деятельности предприятия. Выделяют технологические, производственные, экономические, торговые, социальные и в области управления. Примером такой инновации может служить Балагасу Юнчу в размере 4000 сомов, который был внедрен в 2018 году. Это социальная инновация для нас, кыргызстанцев. В заключение второго вопроса давайте с вами рассмотрим, какие инновации имеют место в Кыргызстане. Активная инновационная деятельность отмечается на предприятиях по производству пищевых продуктов – около 10%. Инновационно развитыми в Кыргызстане являются и услуги такси. Конкуренция вынудила их быть более эффективными и внедрять ноу-хау, который в СНГ и даже во многих развитых странах нет. В Бишкеке услуги такси оказались самыми инновационными и недорогими в странах СНГ. Кроме этого, наиболее инновационной отраслью в республике считается швейная промышленность и информационно-компьютерные технологии. Вопрос номер три. Особенности инвестирования и инновации. Мировой опыт свидетельствует, что не все инновационные идеи воплощаются в практику и тем более далеко не все завершаются инвестиционным процессом. По статистике, от 40 до 90% радикальных инноваций не находят свои ниши и исчезают с рынка. Причинами этого являются ошибки в обосновании, недостаточно чистые результаты эксперимента, недостаточно средств для развития производства и, наконец, длительные сроки инновационного процесса, который приводит к устареванию нововведений. Давайте мы с вами рассмотрим примеры провальных идей. Например, Colgate замороженная лазанья. В 80-х годах компания Colgate попыталась выпустить свою линию замороженных продуктов, но даже тестовая партия лазанья не была раскуплена. Идея заключалась в том, что потребитель мог съесть обед от Colgate и почистить свои зубы от Colgate, но покупатель не смог связать чистку своих зубов с обедом. Все думают, что Apple – это машина успеха. На самом деле у нее были провалы. Apple Newton – один из первых карманных персональных компьютеров компании Apple. Apple разрабатывала и продавала продукт с 1993 по 1998 год. Продукт не продавался, потому что система с рукописным тестом плохо работала и стоила устройство очень дорого. В пересчете на сегодняшний день это больше 1000 долларов. Выпуск Samsung Galaxy Note 7 войдет в историю как самый печальный старт флагманского смартфона за последние 5 лет. Сначала грандиозный анонс, восторженные отзывы, чрезмерная хвала у журналистов и блогеров. Ну а дальше некоторые смартфоны стали взрываться, воспламеняться и плавиться. Сама Samsung сообщала о 35 случаях возгорания, ну а по другим данным случаев было около 100. Пришлось производителю отозвать гигантские партии устройств и все переделы. В мировой практике сформировали следующие особенности инвестирования инноваций. Первое. Ограниченность и неадекватность информации об инновации. Второе. Отсутствие базовой модели для анализа. Третье. Могут быть не приняты рынком, как например замороженные лазанья от Kogit. Четвертое. Высокая неопределенность на всех стадиях реализации. Пятое. Сложно спрогнозировать инновации, как уже это было с Samsung Note 7. И последнее. Не застрахованы от появления конкурента более перспективные новинки. Конкуренты обычно работают в одном направлении. И если они выпустят свой продукт раньше, чем мы, то тогда мы не сможем получить высокую выгоду от внедрения нашей инвестиции. Вопрос номер 4. Венчурное финансирование. Интеграция новинки с производством требует значительных расходов, а именно инвестиций, которые далеко не всегда оправдываются связанным с большим риском. В последние годы одной из форм инновационной деятельности становятся небольшие фирмы, которые получили название «венчурных» или «рискованных». Венчурный фонд финансирует инновационные проекты, стартапы, бизнес-идеи, компании, нуждающие в расширении и компании на ранней стадии. Слово «венчурный» от английского «вентуры», что в дословном переводе означает «рисковать», «отважиться», «осмелиться». Немного истории венчурного финансирования. Родиной венчурного финансирования является США. Первая американская корпорация научных исследований и разработок была создана в 1946 году. Крупнейшей историей успеха фонда считается инвестицией в «Диджитал», которая была крупной американской компанией в размере 70 тысяч долларов. Через 11 лет корпорация получила возврат средств от проекта более чем в 500 раз, что составило 101% годовой доходности. Бурный рост индустрии венчурного капитала был связан с появлением независимых инвестиционных компаний «Сент-Хилл», «Роэт», «Кленер», «Пирклингс» и «Секуя Капитал» в 1972 году. В основном они инвестировали в компьютерные фирмы и компании, занимающие программирование и обслуживание МПК. Громкие успехи в этом направлении привели к резкому увеличению числа венчурных фирм. К концу 80-х годов насчитывалось более 650 компаний венчурного финансирования. Так, по данным американской аналитической компании CB Insights, за 2018 год был зафиксирован самый высокий уровень венчурного финансирования за последние 18 лет. В течение года было инвестировано 207 миллиардов долларов в различные стартапы и проекты, половина из которых пришлась на США. Всего было заключено более 14 тысяч сделок. В мировой практике сложилась следующая особенность венчурного финансирования. Инновационный венчурный бизнес допускает возможность провала финансируемого проекта. Как правило, первые годы инициатор проекта не несет ответственности перед финансовым партнером за расходование средств и не выплачивает по ним процентов. Инвесторы рискового капитала первые несколько лет довольствуются приобретением пакета акций новой созданной фирмы. Если инновационная фирма начинает давать прибыль, то она становится основным источником вознаграждения вкладчиков рискового капитала. Зачастую венчурный капиталист становится собственником инновационного предприятия. В заключении четвертого вопроса рассмотрим перспективы инвестиций в инновации в Кыргызстане. В качестве перспективных отраслей и продуктов в краткосрочной перспективе можно выделить швейную отрасль, малый ГЭС, горно-рудную отрасль и сельхозпереработку. В долгосрочной перспективе информационно-компьютерная технология, а именно разработка программного обеспечения и экспорт воды, как бутилированной, так и поливной. В конце лекционного занятия давайте сделаем выводы. Инновация – это продукт изобретений или открытия, которые приносят выгоду, как экономическую, так и социальную. Существует большое количество различных инноваций, которые делятся по основным пяти признакам классификации. Особенности инвестирования и инноваций заключаются в высокой рискованности и прибыльности. И венчурное финансирование – это основной вид инвестирования и инноваций в мировой практике. До новых встреч, друзья! И удачи всем! Субтитры создавал DimaTorzok